Привет, я Адриан и представляю Слэп Чоп. Он будет рубить, резать, измельчать за секунды. Я вам покажу. Вот маслины, зелёный перец, томаты и кинза. Если у вас в гости и нужно приготовить начо побыстрее, смотрите, что делать. Слэп Чоп порубит, порежет, измельчит всё буквально за секунды. Вам это понравится. Вот помидоры. Бум-бум. Раз, два, три и всё. Затем кинза. Посмотрите. И с виду фантастика, и работает фантастически. Теперь берите и кладите на свои начо. Как будут рады все гости. А это главное, когда я кого-то приглашаю. Вы со мной согласитесь. Потом берёте тёрку Грэйти, которую приобретаете вместе со Слэп Чоп. Она тоже, кстати, фантастическая. Положите в неё моцареллу или любой другой сыр. Лучше всего сыр Гауда. Грэйти натрёт сыр для начо. Сделайте это чудесное угощение для ваших родных и друзей. Но сначала подумайте, что за начо без сальсы. Стоит ли покупать её в магазинах, ведь свежая сальса гораздо лучше. Она не только вкуснее, она и полезнее. И как легко её делать. Берём головку лука вместе с кожицей. Кожица снимется сама. Видите? Вот как легко она снимается, без проблем. Отлично. А теперь это нужно порубить. Прекрасно. Ещё нужна кинза. Ставим Слэп Чоп. Несколько движений и готово. Как насчёт томатов черри? И перца халапеньо? Конечно, вы этого хотите. И чеснок, разумеется, кожура теперь тоже снимается легко. Я обожаю чеснок. Затем лимон, оливковое масло, соль по вкусу. И вот она, вкусная домашняя сальса. Быстро, легко, без миксеров и кухонных комбайнов. Вот консервированный тунец. И до чего же он тосклив. Хватит тосковать. Далой скучную жизнь. Кладите его сюда. У вас получится чудесный салат с тунцом. Посмотрите. Жизнь стала намного веселее. Это яйца вкрутую. Один удар. Добавляем огурчик. Зелёный лучок. Теперь всё это смешаем. Добавим ветчину. Вам понравится. Если некогда было делать завтрак, он уже готов. Мои орехи вам тоже понравятся. Это миндаль, грецкий орех. Всё можно сделать в этой подставке или снова измельчить на доске. Как вам угодно. Я это делаю пальцем. Вы можете хоть всей рукой. Это смогут даже дети. В магазинах за эту добавку к мороженому с вас возьмут доллар, а то и больше. Сами возьмите печенье и получите то же самое почти даром. Зачем швыряться деньгами? А как насчёт фруктов? Возьмите манго. Смотрите, как аппетитно. Слэп-чоп – это чудо. Мои гости за ужином любят больше всего средиземноморский картофельный салат. Он всегда на ура, на обедах в складчину, на пикниках. Всем он нравится и очень быстро готовится со слэп-чоп. Немного печёного красного перца под слэп-чоп. Отлично. Затем столько же петрушки. Отлично. Рубим. Затем картошка. Посмотрите. Быстро порубим ингредиенты и будет отлично. Складываем в миску, перемешиваем, добавляем в салатную заправку «Цезарь». Всё перемешиваем и готово. Это сказка. Вот так. Отлично. И зелень сверху. Взгляните. Средиземноморский картофельный салат готов. Не люблю резать ножом. А теперь чоп-чоп-чоп-чоп. У меня есть доска для нарезки. Режь сколько хочешь. Вот любимое блюдо нашей семьи. Тако. Устройте вечер тако для семьи. Это так нравится детям. Вы приготовили говяжий или куриный фарш. Я предпочитаю куриный. Не так жирный и вкуснее. Берёте слэп-чоп, кладёте помидоры, салат латук, зелёный перец и поехали. Посмотрите на латук. Восторг каждый раз. А ещё томаты. Зелёный перец. Чудесно. А каково на вид? Берите грейти, забудьте об ужасной тёрке и поскорее. Натрите сыр, моцареллу, чеддер, любой. Посыпьте сверху. Фантастика. Здоровый ужин за минуты. Всё просто, когда есть слэп-чоп. Дальше вам тоже понравится. Закройте остатки крышкой и можно ставить в холодильник. При покупке слэп-чоп вы получите тёрку для сыра. Белый сыр, жёлтый сыр в контейнере. Крутим и, пожалуйста, будут тако, фетучини, лингвини, мартини. Бикини. Есть две сменные решётки. Поменяли, и сыр получается тонкий и толстый. Потом закрываете крышкой, всё герметично. Поставьте в холодильник, а когда понадобится, подавайте на стол. Спасибо, Винс. Смотрим, что ещё может сделать слэп-чоп. Макаронные изделия – простой и дешёвый способ сделать ужин на всех. Приправьте макароны соусом, приправьте вашу жизнь. Пусть чеснок с кожицей, два удара слэп-чоп, и, посмотрите, кожица легко отделяется. Не забывайте, что у вас есть слэп-чоп. Прекрасный свежий чеснок. Кладём в соус к макаронам. Теперь понадобятся томаты, свежие помидоры. Смотрите, как это легко. Прошу. Берите перец. Если есть слэп-чоп, нет проблем. И кладём перец. Прямо сюда, в макароны. Теперь лук снова с кожицей. И смотрите. Один удар, и кожицу можно снимать. Порубим лук. Положим в соус. Перемешаем, и, пожалуй, возьмём для пробы соуса сверху. Как вкусно. Домашний соус к макаронам. Ещё пошёл бы свежий пармезан поверх нашего соуса. Кладём пармезан в грейти, а когда сыра достаточно, накроем остаток крышкой и в холодильник. Вот и всё.